Мир ради мира. Азербайджан в рамках своего председательства в КОП-29 призывает мировое сообщество к усилиям по установлению перемирия в регионах, где продолжаются вооружённые конфликты. К этому глобальному призыву присоединилась и коалиция неправительственных организаций КОП-29, которая охватывает 300 зарубежных НПО из 70 стран. Представители этих объединений просят все стороны преодолеть политические трудности, проявить единство и соблюдать перемирие в течение месяца проведения главного климатического саммита в Баку. «Я хотел бы выразить свою глубокую признательность за ключевую роль Азербайджана в глобальном призыве к миру. Запуск инициативы о перемирии знаменует собой исторический момент подготовки КОП-29 Баку. Это свидетельствует не только о глубокой приверженности борьбе с изменением климата, но и глобальному единству. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева призывает всех решить политические разногласия и вспомнить об общей ответственности перед окружающей средой. Этот призыв говорит о нашей коллективной решимости. Мы должны объединиться ради спасения нашей планеты, несмотря на все разногласия и конфликты. Воины усиливают загрязнение окружающей среды. Инициатива Баку предоставляет уникальную возможность преодолеть разногласия и работать сообща во имя устойчивого будущего. Я призываю все заинтересованные стороны поддержать этот призыв и соблюдать перемирие в дни проведения КОП-29. Вместе мы сможем сделать планету более безопасной и устойчивой для будущих поколений. Войны и конфликты значительно увеличивают выбросы парниковых газов и, загрязняя почву, воду и воздух, наносят ущерб окружающей среде. В итоге усилия по защите экосистемы планеты сводятся на нет. Представители коалиции НПО КОП-29 отмечают, что переговоры по климату требуют всеобщего внимания и сотрудничества. По их словам, заключение перемирий в месяц проведения саммита в Баку может стать символом единства человечества. «Я хотел бы присоединиться ко всем коллегам и призвать все стороны к перемирию. Азербайджан, как председатель КОП-29, поддерживает мир и справедливость. Мы ценим это. Всем известно, что во время войн увеличиваются выбросы парниковых газов. Это негативно влияет на климат. Использование огнестрельного оружия разрушает окружающую среду. У нас есть общий враг. Это изменение климата. И мы должны бороться с этим вместе. Мы также знаем, что в Газе и Ливане идет война. И хотелось бы решения этих вопросов к началу КОП-29. Мы за мир и партнерство в соответствии с целями устойчивого развития». «Изменение климата влияет на наш общий дом, землю, и каждая нация должна быть непоколебима в этой борьбе», — говорится в совместном заявлении к перемирию. В коалиции НПО КОП-29 главным посылом климатической конференции называют преодоление разногласий путем единства. Подчеркнуто, что в условиях эскалации конфликтов этот вопрос важен как никогда. КОП-29 в Баку — это уникальная возможность найти пути к прочному миру.